МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедший в Рязани дал старт праздничным новогодним мероприятиям. Повышаем квалификацию. Рязанским журналистам рассказали о таком явлении, как борьба с экстремизмом, и научили красиво преподносить социальную рекламу. Сделки с недвижимостью, как не стать жертвой мошенников, брифинг на эту тему прошел в нашем городе. Начнем с сообщения с пометкой «Срочно». Правительство Рязанской области на своем сайте официально сообщило об уходе Андрея Кашаева с должности главы муниципального образования и председателя Рязанской гордумы. На встрече, где Андрей Кашаев проинформировал губернатора о том, что ему предложено возглавить Рязанский институт развития образования, он попросил у главы региона одобрения на то, чтобы заниматься своей научной работой и педагогикой, оставаясь при этом в составе депутатского корпуса и занимая активную позицию во фракции «Единой России». В пресс-релизе говорится также, что Олег Ковалев отметил, что давал поручение укрепить РИРО, так как в настоящее время значительно усилились требования к образовательному процессу, профессионализму учителей. Это очень серьезная работа. У Института развития образования большие перспективы. И губернатор одобрил просьбу Кашаева. Сообщается также, что глава региона высоко оценил его деятельность на посту председателя Рязанской городской думы, которую он возглавлял на протяжении двух лет. Все это время Дума работала очень активно. И, по словам главы региона, под руководством Кашаева также успешно будет развиваться и РИРО. В свою очередь Олег Ковалев обещал оказывать всю необходимую поддержку. В администрации города сегодня рассказали о том, какие спортивные мероприятия пройдут в новогодние праздники. Ведь заниматься спортом мало того, что полезно, так еще и модно. К такому досугу в первую очередь необходимо приобщать молодежь. Роман Дворецков подробнее расскажет о том, где и когда можно будет отдохнуть, не сидя при этом на месте. Любителям спорта будет чем заняться в праздничные дни. О том, какие активные мероприятия планируются к проведению в самые ленивые дни в году, журналистам рассказали в городской администрации. В нашем календаре более 10 мероприятий по нашим любимым, так уже в городе, традиционным единоборствам. Это и по Дзю до 19 декабря состоится открытое первенство города Рязани в спорткомплексе Комета. 24 декабря на базе Дворца детского творчества состоится ставшая уже традиционная елка для юных воспитанников муниципальных спортивных школ. Около 300 ребят, показавших лучшие спортивные результаты по итогам спортивного года, примут участие в этом праздничном мероприятии. Конечно, особое внимание мы уделили времени проведения каникул, когда у детей есть много свободного времени. Для дворовых команд мы проводим уже традиционно спартакиаду дворовых команд по четырем видам. Это хоккей, футбол, волейбол и веселые старты. В новогодние дни много времени будет направлено на работу с детьми, которым необходимо уделять большое внимание для того, чтобы привлечь их к занятиям спортом и показать ребятам, каких высот можно достичь, если упорно заниматься и настойчиво добиваться своих целей. 16 декабря на базе РЕРО открылся двухдневный обучающий семинар для представителей СМИ Рязанской области. Рязанские журналисты посетили своего рода курсы повышения квалификации. В двух залах Института развития образования ведущие преподаватели вузов и академий читали лекции, рассказывали о том, как в современных информационных реалиях правильно преподносить новости. О таком явлении, как экстремизм, а также пояснили, как грамотно преподносить социально значимую информацию. В семинаре приняли участие ведущие преподаватели Рязанских университетов и академий, руководители департамента массовых коммуникаций, Министерства по информатизации, представители Тульской и Калужской областей, духовенства и журналисты. В рамках семинара начнется сегодня свою работу «Круглый стол» по обмену опыта между Рязанской областью, Халужской и Тульской. Вы, наверное, многие знаете, что у нас заключено соглашение между правительствами наших регионов о взаимодействии, в том числе в сфере информационной. Так что мы с коллегами встретимся, посмотрим, что лучше делают они, как они организовывают работу с государственными СМИ, с негосударственными СМИ, какие проблемы общие, какие проблемы частные, посмотрим, может быть, какие-то новинки они сделали интересные, потом вам с удовольствием тоже всем расскажем об этом. Обучающие семинары для представителей СМИ проводятся ежегодно. Вопросы для обсуждения подбираются с учетом предложений редакторов и журналистов. Одна из секций семинаров, в которой принимали участие более 70 человек, была посвящена профилактике и противодействию проявлениям экстремизма, межэтнической, расовой и религиозной розни в СМИ. Эта актуальная тема рассматривалась недавно, на заседании Общественного совета при Минпечати области, где было принято решение обсудить ее более широким составом. Ведь именно СМИ оказывает влияние на формирование общественного мнения, на мировоззрение читателей и зрителей, поэтому так велика ответственность журналиста за каждый вышедший в свет материал. «Все то, что сегодня происходит, все то, о чем вы пишете, все то, что ждут ваши читатели, оно не появилось, как в чертой собакерке где-то вчера или позавчера. Все конфликты и проблемы, происходящие сейчас на Ближнем Востоке, имеют достаточно глубокие корни в долгую историю. И для того, чтобы попытаться разбираться и как-то донести до других, чтобы это было понятно, необходимо, ну, скажем так, учитывать и эти исторические реалии, и пытаться всегда проводить какой-то более глубокий анализ того, что происходит». Еще одно направление, которое рассматривалось на семинаре – социальные проекты. По словам главы Минпечати региона Ольги Чуляевой, по официально установленным критериям, главным условием получения СМИ господдержки является выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов. Тренинг на тему социальных проектов современных СМИ провела доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидат наук Гюзелла Николаишвили. В рамках семинара состоялось заседание круглого стола, где опытом работы региональных СМИ обменивались представители Рязанской, Калужской и Тульской областей. Гости высоко оценили практику Рязанского региона по проведению обучающих семинаров, творческих конкурсов и мастер-классов, направленных на повышение профессионального мастерства журналистов. В Рязанской области можно отметить достаточно стабильную ситуацию по мошенничеству в сфере недвижимости. Все находится под контролем. Об этом журналистам рассказали на брифинге, который прошел вчера. Название темы «Сделки с недвижимостью. Как не стать жертвой мошенников». С журналистами встретились руководитель пресс-службы регионального УМВД Лидия Родина, главный редактор еженедельника «Домстрой» Денис Абраков и гендиректор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов. Подробности в сюжете. 17 декабря в бизнес-центре «Атлас» по инициативе еженедельника «Домстрой» состоялся брифинг на тему «Сделки с недвижимостью. Как не стать жертвой мошенников». На вопросы журналистов ответили начальник пресс-службы МВД России Паризанской области Лидия Родина и гендиректор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов. Модератором встречи выступил главный редактор журнала «Домстрой» Денис Абраков. Наш еженедельник уже работает на рынке СМИ 15 лет и все эти годы мы оперативно, компетентно, объективно освещаем различные процессы, которые происходят на рынке недвижимости. Уже 10 лет проводим круглые столы, конференции, брифинги, посвященные различным аспектам функционирования рынка. Один из первых круглых столов в частности касался безопасных финансовых расчетов между продавцами и покупателями жилья. Безусловно, тема криминала всегда актуальна, интересна читателям и телезрителям. Острой проблемой криминального характера в Рязанской области не стоит, объявила Лизия Родина, говоря о сделках с недвижимостью в нашем регионе. Тем не менее, она дала рекомендации от лица полиции Рязанской области, как уберечь себя и свое имущество при сделках с недвижимостью. Прежде всего, необходимо следить за документами на недвижимость, хранить их в безопасном месте и не особо афишировать тем, что вы собираетесь продавать квартиру либо какую-то другую недвижимость. Не подписывать никаких бумаг, внимательно их не прочитав, и проводить сделку только с участием профессионала. Конечно, не нужно опасаться заранее всех риэлторов, но в то же время следует понимать, что крупные сделки с большой суммой денег притягивают преступников. Поэтому необходимо обращать внимание на неправдоподобные скидки, спешку при подготовке сделки и беглый сбор необходимой документации. Также Лизия Родина отметила, что преступники ведут охоту за пожилыми, одинокими людьми, за теми, кто страдает алкогольной зависимостью. Поэтому был дан совет чаще навещать своих пожилых родственников и объяснять им правила безопасности. А во всех подозрительных ситуациях звонить по телефону 02 или 112. Также в управлении МВД России Призанской области действует круглосуточный телефон доверия 21-63-07. Слагаемые безопасные сделки озвучил и Андрей Некрасов. Что еще здесь важно, на мой взгляд, чтобы пакет документов к сделке, он был максимально дополнен, исходя из какой-то конкретной ситуации. А это обязательно и согласие супруги или супруга на сделку, это справки с ЖЭО, это справки по задолженностям, и как то, что сейчас новое, это справка, подтверждающая выплаты на капитальный ремонт здания, справки об отсутствии арестов, и перечень можно расширять. Все это в дальнейшем страхует покупателя. Также Андрей Некрасов обратил внимание на обеспечение информационной безопасности при продвижении продаваемых объектов, выбор оптимальной схемы расчетов между продавцом и покупателем, которая исключает возможность передачи денежных средств без перехода права собственности на объект и участия агентства недвижимости в системе добровольной сертификации, созданной в Российской гильдии риэлторов и зарегистрированной Росстандартом. Генеральный директор Центрального агентства недвижимости напомнил, что с 1 октября 2015 года введен закон о банкротстве физических лиц. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротства или после принятия указанного заявления может быть признана арбитражным судом недействительной, если ее цена отличается от среднерыночной. Также он порекомендовал обращаться в сертифицированные компании, большая часть которых является членами Рязанской палаты недвижимости. Специалисты этих компаний аттестованы, компании работают по определенным стандартам и соблюдают кодекс этики в отношении с клиентами. Денис Абраков подытожил, что рынок недвижимости становится все более цивилизованным. На нем в большинстве своем работают профессиональные компании. С каждым годом увеличивается число сертифицированных компаний. Есть региональная риэлторская организация от Рязанской палаты недвижимости, которая достойно несет флаг сертификации. Открытие новогодних праздников началось с программы в ожидании чуда, организованной около главной елки на площади Победы. Действие разворачивалось одновременно на двух площадках. На площади перед МКЦ гостей праздника развлекали ростовые куклы и творческие коллективы города. На второй площадке около школы номер 39 в это время формировалась колонна Дедов Морозов и Снегурочек, которые в дальнейшем двинулись к площади Победы под выстрелы хлопушек. Возглавляли парад главный Дед Мороз города и Снегурочка. Жителям города, гуляющим по Первомайскому проспекту, пришлось невольно поверить в сказку. Около сотни Дедов Морозов и Снегурочек собрались вместе, чтобы открыть череду праздничных мероприятий в городе. В этом году повезло с погодой. В прошлом году Деды Морозы шли по голому асфальту. Новый год в этот раз должен пройти на ура, поскольку главный рязанский Дед Мороз дал особый наказ своим помощникам. Всем моим братьям Дедам Морозам я дал очень строгий наказ встретить Новый год достойно, весело и празднично, с хорошим настроением и чтобы у каждого был огромный мешок подарков для всех рязанцев. Шествие началось от перекрестка Первомайского проспекта с улицы Держинского, а закончилось на площади Победы, где по традиции стоит главная елка города. Также с наступающими праздниками рязанцев поздравил мэр города Олег Булеков и вместе с Дедом Морозом зажег самую сказочную елку. Дорогие рязанцы, с наступающим вас праздником, Нового года и Рождества. Ну какой же Новый год без нашей красивой елки. И сегодня мы вместе с вами здесь, на главной площади города Рязани, для того, чтобы вместе с Дедом Морозом с Небурочкой зажечь нашу замечательную елку. Ну что, Дед Мороз? Все готовы? Да. А волшебные слова знаете? Рука елочка! Борис! Ура! Далее состоялся праздничный концерт с участием рязанских коллективов. Детей и взрослых развлекали сказочные персонажи. С этого дня Рязань превратится в настоящую сказочную постановку. Обо всех мероприятиях, которые пройдут в предновогодние и новогодние дни, горожане смогут узнать на сайте городадминистрации. На сегодня это все новости. Программа День города прощается со зрителями до понедельника. Завтра в эфир выйдет неделя города. Мои коллеги подведут итоги прошедшей рабочей недели. Хороших вам выходных. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова